Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Алиса Прохорова. Добрый день, Инна Соберзиня. Евгений Копейн, у операторского пульта. И мы начинаем нашу программу. Сразу напоминаю телефоны 672 12 93 9, 672 13 93 9. И на портале mixnews.lv можно оставить свои вопросы или замечания к услышанному. А в гостях у нас сегодня представитель Рижского зоопарка Марис Лейлкаунс. Здравствуйте. День добрый. И, наверное, хотелось бы начать с того, что весной жизнь зоопарка, как правило, активизируется. И вот выходят в открытые вольеры те животные, которые зимой находились во внутренних помещениях. Может быть, для начала расскажите, какие животные после зимовки уже готовы принять посетителей зоопарка и продемонстрировать себя. Таких много? Я бы сказал, что зоопарк никогда не уходит в зимнюю спячку. Он активен весь год. Единственное, что люди уходят в зимнюю спячку и только весной просыпаются. Ну и тогда, конечно, вдруг поняли, что есть такой зоопарк и что там тоже жизнь идет. Но, в принципе, у нас жизнь кипит весь год. И в январе, в феврале есть, во-первых, мероприятия разные, а во-вторых, и зимой рождаются малыши. Так что весь год мы активны. Уже первые вышли из гнезд. Да, мы про малыша еще поговорим, но все-таки вот есть категория животных теплолюбивых, да, которые, собственно, в зимних помещениях находятся. Они не спят, их можно увидеть зимой, как вы говорите, в зимних. Но, конечно, интереснее на них смотреть, когда они в таком большом пространстве. Вот кто-то уже на такие вот, скажем, дачные апартаменты переселился из таких вот обычных зимних. Ну, скажем, в эту зиму довольно много на улице гуляли обезьянные гусары, потому что было тепло, температура около нуля, немножко ниже, немножко выше. Гусары гуляли спокойно, даже интересно посмотреть, как вот это все выглядит зимой. Так что многие животные. Ну, конечно, если есть холод, тогда, конечно, их надо смотреть через стекло во внутренние помещения. Но, скажем, кенгуру, есть два вида, три вида, вернее. Один в тропическом доме, два в кенгурятнике. Один любит более теплую такую обстановку, а второй может гулять по вольеру при минус 5, минус 8 градусов. Так что такие. Но они довольно подвижные, может быть, поэтому им еще так. Они там не сидят на лавочке, не смотрят на окружающий мир. Они как-то прыгают, наверное. Ну, всякое бывает. Самое главное, чтобы животик был полным, и тогда уже энергия есть, и можно гулять и бегать и так далее. Во всяком случае, где на другом месте можно увидеть такую ситуацию, такой вид, что зебра гуляет по снегу. Ну да, у нас зоопарки. Да, у нас зоопарки, да. Всю зиму на улице были. Так что есть, что смотреть. Может быть, какие животные, которых у нас раньше не было, появились в зоопарке в последнее время? Вот мы знаем, что на прошлой неделе были доставлены два тюлени, да, малышей? Вот, может быть, какая-то... Теперь уже три. Ну, это найдённо сейчас. Это уже старые. Вчера вечером... Это каждый год одна и даже история, да, вот немножко. Более-менее, да. Дело в том, что немножко ситуация отличается, если зима тёплая или зима холодная. Если зима холодная, тогда в зоопарке доставляется очень мало тюленей или их не бывает, потому что малыши тогда рождаются на льдах. И там конкуренция между матерей, между детьми очень маленькая, там места хватает, и они могут спокойно развиваться, жить и так далее. А если зима тёплая, так как в этом году, в прошлом году было, тогда малыши рождаются в заливе или на остатках льдах, или малыши рождаются на островах Эстонии. Там есть маленькие много островов, и там рождаются вот эти тюлени. Там конкуренция большая. Кто сильнее, тот побеждает, кто похуже, тот оттесняется в сторону и ближе к воде. Ну и бывают случаи, что вот эти малыши, ну, заходят в море или их загоняют соседы в море. И потом ветры, может быть, там же бывают штормовые ветры, наверное, да? Да, именно тогда, когда у нас бывает северный и северно-западный ветер, мы уже тогда ожидаем их на нашем побережье в заливе. Ну и тогда их приносит, конечно, не в самом лучшем виде, их приносит сюда. А скажите, вот есть такая инструкция, я перебила на секундочку, меня просили задать этот вопрос. Вот что надо делать, если человек идёт по побережью, гуляет, да и вдруг он видит малыша тюленя, да? Куда звонить, куда обращаться? Ну не брать же его на руки, они всё равно довольно большие. Да. И не вести же. Так, сначала телефон. 2-9-1-9-8-5-9-0. Это специалист из управления охранной среды, и там он очень хорошо много знает о тюленях, и ему надо звонить, если встретили на побережье тюленя, маленького тюленёнка. И что он будет делать? Он сначала будет расспрашивать, в каком он виде, если он в здоровом виде, есть ли у него раны какие-то. Если раны, тогда уже практически вариантов нет, тогда его придётся доставлять в зоопарк. Но если он в хорошем состоянии, он такой подвижный, агрессивный, здоровый, представляете, тюленёнок, который должен быть в возрасте 4 недель, он должен весить 40 кг. Представляете, какой пухленький, какой толстенький и агрессивный он должен быть. Если он такой, тогда его следует оставить на побережье, и он сам справится с этим, с жизнью. Если какие-то там проблемы, тогда он вызовет регионального инспектора среды, который поедет, осмотрит место, посмотрит тюленя и примет решение, оставить его в покое на природе или повезти его в зоопарк. У людей что надо делать? Единственное, посмотреть, как он выглядит, взять обязательно собаку на поводок, потому что есть случаи, когда она приносит тюленей, у которых очень глубокие раны, и кажется, что это от собак. Так, бывает. И, значит, не надо его никуда таскать, никуда тащить, никуда гонять в воду. То, что он выходит на берег, это нормально. И он дышит атмосферным воздухом, и он млекопитающий, он не рыба. На суше он чувствует нормально. И если это тюлень, который, скажем, очень малым весом, нам приносили всех этих тюленят, которым где-то 10, 11, 15 килограмм всего лишь. А 10 килограмм весит только что родившийся тюленёнок, не четырёхнедельный тюленёнок. Так что им веса не хватает. Ну, таким, конечно, если такого заходит в воду, тогда ему холодно, потому что ему нету слоя жира. И тогда ему в воде холодно. А если вот такой 40-килограммовый заходит в воде, тогда он чувствует себя хорошо, потому что жир есть, и всё, в порядке. Сила есть, и всё. А зоопарку удается спасти вот этих найдённых шиней? Да, и нет. Бывает случай, когда вот тюленей приносят в таком плохом виде, привозят инспекторы, что просто приходится его усыпить. Так было и в этом году. Первого тюленёнка, которого из Каунгала привезли, он был в очень плохом состоянии. Он там в ранах был, всё тело глубокое, воспалевшее и в очень плохом состоянии. Пришлось его усыпить. Ну, а остальные трое, в принципе, да, пытаются выжить. Сейчас пытаются учиться кормиться рыбами, не принудительно зондом внутри желудка. Пытаются, начинают учиться распознавать рыбу, и уже думаем, что если будет хорошо кушать, тогда, наверное, выживет. А что с ними дальше происходит? Вот какова их судьба? То есть вы же не оставляете всех найденную шиней себе, да? Ну, конечно, не оставляем себе, потому что во время 20 лет, в течение 20 лет у нас принесли уже 93 малышей. По большей мере, это серый тюлень, который чаще встречается у наших берегов. Были некоторые там, кольчатая нерпа, она поменьше, более такая милашка. Ну, как такую не взять? Не надо взять, лучше оставьте на побережье. Вот. И так что, если будет кому-то, какому-то зоопарку или океанариуму желание, тогда наши молодые тюлени поедут там, а если нет, тогда будем выпускать в море. Наши тюлени находятся, живут сейчас в Японии, в Китае и в Южной Америке, в стране Перу. Прошлогодние малыши трое уехали в московский зоопарк, один уехал в Польшу. Есть, были, поехали и в Литву, и в Эстонию, так что география большая. А тех, на кого, скажем, нет заявок, тогда что вы с ними делаете? Тогда мы выпускаем их на воду, Балтийское море обратно. Но, правда, они уже достигают конкретного веса, там уже весит порядка 60 где-то примерно килограмм. Они знают, что такое рыба, знают, как кушать её, знают, какая она, и умеют её ловить. Так что они уже более-менее приготовлены к природе. Вы как раз заговорили о путешествиях. Вот хотелось спросить по поводу животных, которые совершили путешествия в Бельгийский зоопарк. Как нам сообщала Рижская дума, они достаточно успешно преодолели долгий путь. Вот что вам может быть по этому поводу? Неделя прошла 8 дней, пока они поехали, доехали до Тбилиси. На машину ехали один верблюд Велиз, один домашний як Пуполз и три альпаки. Это самец Томас и Камена и Кармена, две самки. Они поехали машиной, потому что они довольно большие. Два попугая, сине-жёлтые ары, поехали самолётом. Они уже вечером сели на самолёт, а уже следующим утром они были в Грузии. Но, конечно, верблюду пришлось посидеть пару дней и подождать, пока его привезут туда. Но путешествие было большое, чуть ли не 3000 километров по земле, потом по Чёрному морю два дня ехал. Впечатлений много. Впечатлений много. А эти АПКБ, они же говорящие, да, по-моему? Ну, как говорящие. Если научат ему что-то подражать, тогда он говорящий. Если не учат, тогда не говорящий. Ну, вокруг же всё время говорят, и поэтому, наверное, у них есть возможность как бы... Не, ну, они умеют, и очень хорошо любят подражать разные звуки, но мы пытаемся никого не учить, а то вдруг научатся что-то там плохое, и потом уже... Неправильные слова. Ну, да, бывает так. Скажите, а вот в Рижском зоопарке остались представители тех видов животных, которые приотправляют? Просто поехали молодые животные, во-первых, потому что молодые животные легче переносят дорогу, путешествия, а во-вторых, просто у нас есть группа размножающихся животных, и молодёжь уже, как бы сказать, можно отдать кому-то. Или на обмен, или в таком, скажем, случае. Ну, надо сказать большое спасибо Рижской думе, потому что 15 тысяч на дорогу ушло. И за это заплатила Рижская дума. Так что спасибо, что помогли. И нам, и Тбилисскому зоопарку, и так далее. Ну, я думаю, что это того стоит, и я думаю, что у нас будет ещё отдельный разговор на тему, вот вы это упомянули в самом начале, что начинается пополнение и в семействах птиц, и животных, то есть жизнь продолжается... А, если птицы не животные? Нет, нет, животные, зверей, я хотела сказать, зверей и птиц. Вот, и это означает, что демографических проблем у них, наверное, меньше, чем у нас, да? Вот вы принесли не скворечник, а синичник, да? Да, скворечник, да. Об этом тоже мы поговорим, о домиках, которые, наверное, ещё не совсем поздно можно уже подготовить для птиц, которые возвращаются к нам и будут здесь гнездоваться. И мы сейчас прервёмся на выпуск новостей. Я напоминаю, специалисты Рижского зоопарка Марис Лиэл Каунс у нас сегодня в гостях. Мы говорим не только о том, что происходит в самом зоопарке, но и о том, что происходит в животном мире. На Болткоме разворот! Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о Рижском зоопарке, и нам секреты этого замечательного мира животных открывает Марис Лиэл Каунс. И, собственно, вот моя коллега хотела, наверное, ещё спросить про тех путешественников, которые отправлялись в Тбилиси совсем недавно. Да, мы как раз вот заговорили про ар, да? Вот, может быть, бывали ли случаи, когда, скажем, говорящие ары начинали подражать работникам зоопарка или, скажем, посетителям? Были какие-то, может быть, курьёзные такие моменты? Ну, курьёзные были, но говорящие, ну, в принципе, подражают не только ары, но многие другие тоже птицы. И те же самые Жако, серый попугай, и даже наша местная Сойка. И были случаи, что, ну, смотрим, где-то там мяукает какая-то там кошка, смотрим, ну, нету кошки. Ну, он подражает кошку и радуется, как мы ищем её. Разыгрывает вас таким образом? Конечно, есть у нас и как аду, которая не говорит, а просто свистит. Есть один наш коллега, который посвистывает, идёт и с ним общается, посвистывает, и она подражает этот голос. Но во многих случаях, в принципе, это всё подражание. Он не понимает этого ничего. То есть он неосмысленно издавать? Ну, конечно, он связывает это с ситуацией, и, конечно, может принимать решение подходящее. Но, в принципе, он только подражает. Несколько лет назад у нас было, в нашем кабинете жила одна Карелла. И много, ну, так как наш отдел очень много занимается звонками, звонит туда-сюда. Да, раньше была такая ситуация, что, чтобы позвонить где-то в город, по всей Латвии, надо там набрать было много-много цифр. Сначала надо набирать их номер, потом какая-то ноль была, и потом мой номер надо было. Там получилось где-то 12, 13, 15 цифр набирать. И два телефона, и одного я кручу, а другой отзванивает как бы, ну, постукивает. И он, как сказать, смотрит, смотрит и начинает подражать этому. И, ну, начиная там, ты, тр, 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 значит, всё пошло. А этого не хватало, он понял, что после этого всего происходит разговор. И он что-то начинает этот человек говорить. И он тоже даже лапу преподнёс к уху, и потом начинает на своём языке там рассказывать. Так что… Да, развлечение так есть. А давайте тогда немножечко о тех, кто появляется на свет в эти дни, вот весна всё-таки. Хотя, наверное, рождается у птиц, яйца вылупливаются не только весной, может быть, и зимой, у вас же там особые условия всё-таки. Ну, и у зверей. Кто сегодня может там посмотреть на малышей, на каких? Ну, сейчас уже выросли и белые, и колпицы, малыши колпиц, которых малыши были зимой. Сейчас они уже вышли из гнёзд. Сейчас у нас сидит на яйцах чёрный гриф. Это такой с таким большим носом, с такими когтями. Ну, гриф чёрный, очень величественный такой. Серьёзный, да. Но он очень тревожится об этом процессе и о людях, потому сейчас они как бы закрыты, чтобы там не видели, чтобы их там не тревожили и так далее. Но уже в прошлом году тоже вылупился один малыш, и это было очень большое событие, и, во-первых, что вылупился, а во-вторых, что вырос большим. Во всём мире в неволе выросли всего лишь 8 чёрных грифов. Из них два было у нас. Один в Риге, в Рижском зоопарке в Риге, а другой в нашем филиале в Калвине, в Цирули. И, ну, как-то такой большой успех. Ну, вот эти молодые грифы в прошлом году, в конце прошлого года уехали в Голландию. Там есть один зоопарк, Новоэнханский, где построили специальный вольер для ознакомления грифов. То есть, чтобы они могли друг с другом пообщаться. И уже в начале своей жизни выбрать уже друга на всю жизнь. То есть, противоположного пола. У них такие долговременные отношения. Да-да-да, и чтобы лучше получилось. Потому что, ну, вот, во-первых, можно сказать, что, ну, пустили двух птиц или двух зверей, и всё там пройдёт как нужно, но на самом деле не так просто. И чтобы всё прошло хорошо, значит, надо подружить их уже с молодости. И, ну, вот в этом зоопарке такое устроено, и надеемся, что наши подружатся с какими-то другими грифами, ну, и тогда возникнут малыши. А вы говорили о том, что крокодилы у вас тоже, вот сейчас вот достаточно большой период зимний отдыхали, а сейчас у них началась более активная жизнь. Да-да-да-да. Наши крокодилы в тропическом доме голодовали. Полтора месяца. Ну, это не диета была, надеюсь. Нет, это полная. Полная голодовка. Просто это холоднокровное животное, если там понизить температуру, тогда у неё обмен веществ происходит, медляется. И тогда уже даже кормить не надо и нежелательно, поскольку может там внутри гнить это всё, и получится хуже отравление и так далее. Да, полтора месяца не кормили, а потом в середине марта мы повесили температуру в тропу мая и в тропическом дому и накормили. И самец гавиаловых крокодилов так хотел кушать, так хотел кушать, что даже практически из воды вылез к работникам. Обычно так он не делал, но этот раз он не только там смотрелся наверх, но уже почти наполовину уже высовывался из воды. Но представляете, человек-то четырёхметровый. Ну и тогда получилось довольно так интересно. Бодряще. Да, кстати, на ютубском канале можно посмотреть Рижского зоопарка, там как это всё произошло. А скажите, пожалуйста, а крокодилы, они же откладывают яйца тоже, да, а у нас они когда-нибудь потомство своё продолжали? Вот поэтому и есть эта голодовка, чтобы они лучше могли подготовиться к весне. Значит, зима прошла, какой-то период покоя пошёл. А я думаю, зоопарк экономит таким образом. Ну, мы пытаемся тоже так же делать, как в природе. Есть зима, когда температура пониже, и тогда начинается весна, и повышается температура, и немножко поголодались, значит, приобрели нужную форму, да, и будет хорошо. Ну, после таких, ну, после того, когда началась весна у них, ну, можем ждать, ожидать, когда появятся яйца. Там поставлено гнездо, не такое, как мы думаем, но это, ну, как бы убежище, которое покрыто чем-то сверху, и тогда она самка залезает внутрь, и там откладывает яйца. Ну, будем смотреть. Ну, шанс есть вообще? Я думаю, что шанс есть, потому что уже в прошлые годы были откладены яйца, просто, ну, не удалось раскусить, почему не появилось потомство. Ну, надеемся, наберёмся опыта, и думаем, что будет получше. Я напомню, телефон на прямом эфире 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также вы можете задавать свои вопросы в нашем видеочате на портале mixnews.lv. У нас в гостях представитель Рижского зоопарка Марис Лилкалнс. Ещё вот такой вопрос. Вот у людей, как правило, в течение года бывают болезни, которые носят сезонный характер, да, простуда, ангина, грипп. Чем могут болеть животные? Есть ли у них какие-то болезни сезонного типа, да, и кто следит за их здоровьем? Ну, у нас есть специальные ветеринары, которые смотрят, присматривают за животными. Во-первых, да, конечно, самые лучшие. Кто в Риге может лечить бегемота, скажем? Ну, никто другой. Ну, наши, конечно, ветеринары. Но, конечно, есть болезни, которые имеют сезонный характер. То есть, они простужаются тоже, да? Да, бывает и такое. Но, скажем, очень, ну, почему во многих местах стёкла, особенно если там обезьяны? Потому что обезьяны болеют человеческими болезнями, и это бывает более страшно, чем у людей. Ну, была у нас простуда, был, скажем, вирус рота, прошёл, помучались, всё, живы, живём дальше. Но у обезьян это дело происходит потруднее, и бывали случаи, что очень тяжело это и проходит, и бывали случаи, что от вируса рота, которого, к сожалению, принесли посетители, давали корм и потом получили. от этого, ну, пришлось, ну, не пришлось, а они сами умерли, обезьяны. Были случаи. Потому что тоже, чтобы избежать всякой нелепой ситуации, мы заграждаем это. Животных иногда приходится охранять от людей. Понятно. У нас не так много времени осталось. Вот вы пришли с наглядным пособием, если можно так сказать, да, это даже не скворечник, а синичник. Да. И у него такое маленькое отверстие для маленькой птички, которая может там поселиться. У вас в ближайшее время будет день птиц, да, и вы будете дни птиц, и вы, как всегда, будете сколачивать вот такие вот жилища для птиц. Да. Так что можно прийти со своей доской, или что делать? Ну, доску не надо брать с собой. И молоток тоже не надо брать с собой. Сюда дейте. Все инструменты, все материалы будут на месте. И в эту субботу, воскресенье, то есть 2 и 3 апреля в Риге будем колотить скворечники, синичники и, ну, как сказать, сонники. Сонники – это для кого? Это для соней. А во-вторых, если не успеете до 2-го, 3-го, как сказать, проснуться или приехать в зоопарк тогда, да, в Лепайском районе, сейчас в Айспуте, на нашем филиале Калвена, Цирули, будем колотить скворечники 9 и 10 апреля, то есть через неделю. А это не поздно? Ведь говорят, вот орнитологи, говоришь, очень много птиц уже вернулось. А вернулись как раз те, которые хотят, вот как сказали нам, лучшие места забить под гнездо, да, вот они самые смелые, самые такие предприимчивые. А для кого тогда вот ваши... Ну, пока что ещё не поздно. А во-вторых, многие маленькие птички гнездятся несколько раз в год. Значит, первую, скажем, пропустили первый раз, а потом второй, может быть, и третий раз уже, как сказать, домик стоит. А во-вторых, сперва надо просматривать своё хозяйство, которое там уже стоит на деревьях, то есть прошлогодние скворечники. Скворечники именно не надо чистить, но надо чистить синичники, потому что синица не чистит свою дуплянку, и это надо делать человеку. Почему? Потому что она каждый год делает новое гнездо над прошлогодней. Значит, первый год... То есть там слоями получается? Так, получается слоями. Первый год такой высоты, это нормально. Второй год уже так высоко, уже кот или куница может достичь этого. А в третьем году уже это хорошая кормёжка для кота. Ну, там гнездо наверху, и кот просовывает лапу, и всё идёт как надо. Кормёжка хорошая. То есть, поэтому должны они быть такие сборные, то есть задняя стенка, как я понимаю, она съёмная. Она съёмная, и потому в зоопарке мы делаем именно такую конструкцию. И если нет понятия, тогда наши специалисты расскажут, покажут и поможут сделать правильную клетку. То есть не клетку, а дуплянку. Домик, да. И если что, если есть место, где развесить эту дуплянку, тогда можно и понести домой. Ну, в этом году будем много строить. Будет 300 синичников, 300 скворечников, и не 300, а 100 сонников. Это вы рассчитываете на такое количество посетителей, или вы, если что, сами все сотрудники зоопарка выстроятся? Нет, это нормальное явление, и такое количество уходит за два дня. Такое количество сделают люди за два дня. В этом году мы делаем домики для соней, лесной соней. А соня это кто? Это птичка или кто это? Нет, это зверёк. Маленькая, что-то похожее на мышку. А, да мышка соня, говорили. Я и думаю, какой же домик? У неё же, наверное, норка какая-то должна быть. Нет, нет, нет. Она в дупле делает своё гнездо, и потому вот такая похожая дуплянка, очень подходящая. Кстати, дуплянка для соней будет, ну, часть этих таких дуплянок будет похожая на эту, только со съёмной крышей. А они не конкурируют из-за этих дуплянок? Да, конкурируют, потому что в прошлом году мы поместили сотню уже на Даугавпилсе, где находится природный парк Силланы. Поместили 100 дуплянок, и половина была в этом году, в прошлом году занята. Там были 10 соней, 25 синиц, так что конкуренция есть, но есть возможность им воспользоваться нашей продукцией. В этом году продолжаем. Скажите, вы за эфиром немного рассказывали, часто ли бывают случаи, когда в синичники, скажем, не только синицы залетают, а, скажем, пчёлы тоже? Ну, дуплянка – это универсальное, как сказать, жилище. Если, самое главное, вот если проход, отверстие такое подходящее величины, тогда может залезать кто угодно. А если не подходящее, тогда, ну, если или не залезаешь, или увеличиваешь. Бывает случай, что вот именно синичников портит дятлы или белки, которые или выгрызают, или, ну, своим клювом раздалбывает и сделает большую дырку. И тогда залезают и съедают малышей, которые внутри. Да. Ужасно какие печальные вещи вы рассказывали. К сожалению, так есть. Я думала, они залезают, чтобы там обосноваться. Ну, нет. Ну, нет. Там хорошая кормёжка получается тоже. Ну, вот. И если кто-то может залезать, тогда это подходящее. Там в этом может и соня залезать, такую дырку, мыши. Там и осы залезают и строят свои гнездо. Шершни, мышки. Всякие могут. Кто может залезать, тот и живёт. Может жить. Но бывают случаи, что в скворечнике. Перед скворцом заходит воробей. Он очень любит. Делает большое, обширное гнездо. Но когда прилетает скворец, он смотрит, о, как хорошо развёлся. Давай-ка его вытаскивать со всем перьями, со всем яйцами, со всем гнездом. Он это всё выбрасывает и сам заходит. Скажите, вот ещё такой вопрос. Часто ли сейчас люди приносят зоопарк, всевозможных найдёнышей, выпавших из гнезда, совят, малышей каких-то? Как зоопарк поступает в таких случаях? К счастью, наши учения уже дали какой-то результат, потому что малышей приносит уже меньше. Но бывают случаи, да, что приносит. Что советовать? Во-первых, теперь мобильные телефоны, все эти технологии очень легко доступны. Лучше сначала позвонить специалистам, нам или каким-то другим, и поговорить, что конкретную ситуацию делать. Не делать, как сказать, сначала брали, потом помучали пару дней, никак не можем разобраться с ним, а потом уже будем звонить людям, специалистам, которые там скажут, ой, почему ты так делал? Не надо было брать, потому что он в нормальной ситуации, и всё в порядке. К сожалению, ну, такие случаи бывают, но уже, как сказать, их становится поменьше, очень меньше. Ну, вы когда-то говорили, что совет ни в коем случае нельзя брать, потому что родители всегда рядом, да, и никогда птенец не пропадёт. А кого всё-таки приносят? Ну, если приносят, если кто-то не услышал, не внял вашим советам. Ну, тех же самых совет может принести, зайчат приносят. Ну, конечно, бывают случаи, что... Ну, просто нет другого выхода. Конечно, бывает. Но во многих случаях берут так, что он мог бы жить в природе. Ему там есть место, и он может выжить. А люди увидели, значит... Матери тут нету и поблизости не вижу. Значит, могу брать. Ну, к сожалению, так бывает. Но на самом деле, действительно, лучше позвонить, лучше проконсультироваться, и потом уже найдём верное решение. А вот когда-то, несколько лет назад, у вас был такой, даже не загон, такое вот местечко, где вот как раз для малышей и вот для тех, которые, как я понимаю, накладили там, может быть, маленького лисёнка травмированного, да, и потом они там под вашим наблюдением, и посетители зоопарка очень любили туда приводить детей, показывать вот этот маленький, я не знаю, там, лисёнок, это зайчик, да, который ещё, скажем, не противостояли на тот момент своей жизни друг к другу, да, прекрасно уживались вместе. Сегодня есть вот такой уголок какой-то? Уголок, где приют есть для таких животных, есть, конечно, но с посетителями они не общаются. В принципе, есть место, есть вольеры, где такие живут. Ну, вот был один случай, что вот человек сделал большие неприятные дела. Звонит нам, вот у нас на дороге была сбита енотовидная собака. Ну, малыши там есть рядом, наверное, мама там была. Значит, ой, нашёл, нашёл молодёжь, значит, ну, приезжайте, забирайте. Ну, нам как раз, ну, мы хотели енотовидную собаку, да, ну, давай поедем, посмотрим, что там за собакой. Поедет коллега, приехал там, смотрит, как-то очень рыжие, как-то очень рыжие, не серые, а рыжие. Кто это оказался? Оказывается, что человек, ну, увидел сбитую енотовидную собаку, нашёл гнездо, нашёл логово, и там собрал малышей лисицы. Значит, малыши енотовидной собаки умерли, потому что они нашлись. Да, лишились мамы. Лишились мамы. А потом испортили жизнь лисицы. Получилось двойное, как сказать, несчастье. Так, у нас две минуты осталось, тогда давайте всё-таки повторим вот телефон, может быть, тех, кто столкнутся, опять же, с найдёнышами, с какими-то, может быть, не только ронисами, да, но и с другими. Куда звонить-то? Ну, можно в зоопарк. 6-7-5-1-8-6-6-6-9. 6-7-5-1-8-6-6-9. Так что давайте не спешить, дорогие друзья, с нашим состраданием животным, потому что мир этот устроен очень мудро и редко, когда на самом деле вот нужна помощь человека именно, да. И поскольку, да, пожалуйста. В первом году в жизни умирает где-то 90% молодого поколения. То есть это называется естественный отбор? Естественный отбор. И, наверное, не стоит вмешиваться в этот природный промысл, да, но если реально там нужна помощь, то тогда звоните, вот ещё один телефон, 291-9-85-90, да, это телефон специалистов, который подскажет, что делать с маленькими тюленятами, если вы их увидели, на побережье. И тоже не надо торопиться, спешите брать их, засовывать себе в машину и везти в зоопарк. Это нельзя, это нельзя. Да, говорит нам Борис. Итак, спасибо всем за внимание, будьте здоровы, до свидания.